Программа Есть Тодей на канале Телемикс. Здравствуйте, дорогие телезрители! Хорошего дня и отличного настроения вместе с нами вам желает наш надежный друг и партнер, группа предприятий Янта. Если нужен майонез, только Янту покупай, ведь ее весь город ест. Янта есть вкусно! Этот день встречаем сегодня с вами, мы, Андрей Козицкий. Алена Варфоломеева, программа Есть Тодей, канал Телемикс. Очень приятно, что вы включили телезр в это время, в этот час и созерцаете нас на своих экранах. Да, а сегодня мы для вас приготовили необычный, но максимально легкий рецепт. Это будут грузинские лепешки, которые называются чавиштари. Мне для них понадобится стакан кукурузной муки, 100 граммов сыра, минеральная вода, сильно газированная, и 4 столовых ложки, можно оливку, но у нас подсолнечное масло. Вот так вот? Да, замешаем просто тесто и будем обжаривать на умеренном огне 2-3 минутки, такие они прям легенькие. И когда Андрей говорит, что мы сегодня опять будем что-то жарить, вот это тот самый момент, когда все будет элементарно просто. Элементарно просто, запахов будет минимум. Минимум. Минимум, это очень хорошо. Почему такой выбор, почему грузинские лепешки? Почему грузинские лепешки, знаешь, я всегда думала, для чего, в принципе, кукурузная мука. Как я подбираю себе рецепты из чего-либо когда-то не пробовала, и кукурузная мука. Куда-то ты добавлял ее когда-то? Нет, вообще, ну, у меня нет такого, что дома стоит мука. Рисовая мука, кукурузная. Кукурузная, гречневая мука, ну, и разные муки, виды мук. Ну вот, да, это тот самый случай, когда я думаю, так, для чего она? И просто вбиваю в поисковик кукурузная мука, и первое, что выпадает, это вот лепешки-чвештарь. Что с ней готовится, получается очень вкусно, как написано, что люди в восторге, попробуем сегодня и мы. Да, ну, раз рецепт быстрый, раз рецепт простой, это очень-очень рад, потому что в наше время сейчас суета, 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 рабочая неделя идет вовсю, и хочется такие легкие, быстрые перекусы дома. Можно их на скорую руку. Приехать, да, быстренько домашним ужин приготовить, там, на скоротких поперекидать, как шеф-повар, и быстро сесть и покушать. Главное, чтобы была минералочка. Да, минералочка у нас есть, а еще у нас, друзья, есть информационный блог, самые свежие новости нашего города, и вы узнаете о них прямо сейчас. Новости не переключайтесь. Возвращаемся к нам в студию. Андрей Козицкий. Алёна Варфоломеева. По-прежнему здесь. С дуэтом, да, по-прежнему здесь. Сегодня готовим чвиштари. Чвиштари. Название такое прикольное, да? Выучил, да. Я выучил, запомнил. У меня сейчас нужно будет натереть 100 граммов сыра. Буду примерно это делать на взгляд. На средней, да, терке все это делаем? Ну, такая меленькая, да. Мне нужно, чтобы он просто расплавился, потом обжаривать будем и на сильном огне. Просто все готовое. Да. Расскажу такую интересную новость. Не знаю, кто, может, слышал. Слышала ли ты? Может, кто-то, наши зрители уже слышал. Но появилась такая статья. Так вот, стартап выпустит духи с ароматом космоса. Вау, ты просто космос. Ты просто космос, да. Нам можно будет говорить. Так вот, теперь любой желающий сможет приобрести парфюм с запахом космоса. Стоит флакончик 30 долларов. Ну, в принципе, не сильно дорого. Не сильно дорого, да. Как если сравнить обычные духи. Две тысячи. Ну, да, две пятьсот. Где-то так. Вот. И как думаешь, чем может пахнуть космос? Алена Владимировна. Не знаю, подумала почему-то про озон, про... Как пахнет в космосе. Как пахнет? Вот непонятно же, да? Да. Так это можно любой аромат сделать и просто говорить, что вот это запах космоса. Космоса. Да, космос, оказывается, пахнет порохом, прожаренным стейком, малиной и ромом. Потрясающе. Потрясающе. Так вот, американский стартап собрал на платформе Kickstarter средства на изготовление и выпуск духов запахом космоса. Парфюму уже дали название «Eau de Space», то есть «космическая вода». Так пишет CNN. Композиция аромата появилась еще 8 лет назад специально для астронавтов НАСА, чтобы запах бесконечного пространства не стал для них сюрпризом. Духи создал основатель компании, производящий натуральный ароматизатор для пищевой промышленности Стив Пирс. Химик над космическим ароматом работал 4 года. В работе ему помогали астронавты, которые делились своими ощущениями от пребывания в космосе. Ну, так вот как раз-таки возник запах духов со смесью пороха, прожаренного стейка, малины и рома. Причем такое, значит, странное сочетание всего такого. Новинку можно заказать, как уже говорил, цена 30 долларов. Поставки по всему миру начались уже в октябре этого года. Уже? Да. Поэтому уже, в принципе, если хотите, можно заказать. Также в планах стартапа создание духов с ароматом луны. Вот так вот. Ну и как, знаешь, читал статьи, были такие духи с запахом нового автомобиля. И читал, вот я тоже, знаешь, пока готовился, про самые дорогие духи в мире. Знаешь, сколько стоит флакон? Вы стоите в 2 метра. Флакон 2 метра. 2 метра. Да, в нем 3 литра. Выше нас с тобой. Да. Стоит он практически 1,5 миллиона долларов. Такого флакончика, я думаю, каждой девушке хотела бы, наверное, жить. Так ты пальчиком макаешь? Нет, не макаешься, ты так прыгнул. Это как некоторые, знаешь, когда заходишь, прям чувствуешь. Как будто человек обливается духами из ведра. Вот. Вот душитесь. Мне нравится вот это все направление парфюмерии. И особенно они как-то называют, мало того, что ты духи слышишь, а не ощущаешь их. Это как-то с детства странно и непривычно, а еще существует библиотека запахов. Да. Что в наше время, кстати, можно посетить, да, и было бы, кстати, неплохое место. Да, да, классно. Вот можно придумать стартап, место, где пахнет. Человек может проверяться, кстати, между прочим, на то, здоров он или нет. Заходит, чувствует запахи, значит здоров. Не чувствует, дает денежку и уходит. Да. В маске подальше. В общем, друзья, напоминаем еще раз, что главное не болейте, держите дистанцию и берегите себя, своих близких. Мы недолго прерываемся. Алена продолжает шинковать сырок. Ну, а мы смотрим наше следующее видео, после которого вернемся к нам в студию. Не переключайтесь. Каждый год на рынке появляются все новые необычные игрушки. Когда-то в моде были бакуганы, потом стали популярны спиннеры. Сейчас признанный фаворит — сквиш. Маленькая игрушка, которая может быть выполнена в виде милой фигурки, например, героя японских мультиков или всяких вкусняшек. Согласно данным, размещенным в сети, первое упоминание о нем датировано 2014 годом, но пик спроса пришелся на 2016. Подобные игрушки относятся к популярному течению — фиджеттинг. Это процесс, когда люди любых возрастов неосознанно перебирают что-то в руках. Чаще всего это вызвано желание успокоиться и, как ни парадоксально, сосредоточиться на чем-то важном. В переводе «сквиш» означает «топкий, вязкий». Игрушка имеет такую особенность, как восстановление первоначальной формы после сжимания. Антистрессовая функция приписывается, вероятнее всего, благодаря легким соприкосновениям кончиков пальцев и сквиша при его разжимании. Также часто игрушка обладает характерным приятным запахом. Ее можно использовать не только в качестве успокоительного средства, но и как ароматизатор, например, повесив в автомобиле. А еще подобную игрушку можно не только приобрести готовую в магазине, но и сделать самим. Отличное развлечение для вашего досуга с ребенка. Изготавливается сквиш из разных материалов, но суть остается одна. Необходим наполнитель, оболочка и милая наружность игрушки. Мы решили взять в качестве наполнителя синтепон и бумажную оболочку, на которой изобразим милого единорога. Раскрашиваем подготовленные картинки. Два зеркальных отражения одного рисунка для передней и задней части игрушки. Далее обклеиваем скотчем каждую для блеска и надежности. Соединяем половинку, создавая подобие кармашка, оставляя отверстие для заполнения. Начиняем синтепоном и запечатываем наш самодельный сквиш. Вот такая милота получилась у нас. Если вы взрослый и решили забрать его себе, удачным вариантом будет приклеить петельку и повесить рядом с рабочим местом или в салон автомобиля. Итак, ну что, продолжим наш фир. Как твои дела? Да, сыр уже все. Сыр готов. Я сейчас потихонечку буду замешивать тесто. Сто граммов, я примерно не знаю, сколько это у меня получилось. Вот такое количество. Ну, будем надеяться, что глаз у тебя алмаз. Да, да. Вот. Еще одна интересная статья, тоже нашел на просторах интернета. Звучит так. Названа пищевая добавка, которая снижает смертность, так же, как и спорт. Вот так вот. Спорт – это жизнь. Спорт – это жизнь. Пищевые добавки теперь оказываются тоже. Но не будем забегать вперед. Так вот, по мнению ученых, эффективность этой добавки можно сравнить с пользой от регулярных физических упражнений. Хотя занять одно другим не получится все-таки. Вот так. Ученые из университета Западной Вирджинии установили, что ежедневный прием глюкозамина может снижать риски смертности от сердечно-судистых заболеваний до 65% и смертность от других причин до 39%. Об этом пишет издательство ВВТОДАЙ. Автор исследования Дан Кинг обратил внимание на этот препарат благодаря своему хобби. Дан является участником велоклуба, который он посещает, и поэтому постоянно принимает глюкозамин. Ученые вместе с коллегами решили выяснить, связан ли ежедневный прием препарата со снижением смертности. В исследовании они проанализировали данные практически 17 тысяч человек в возрасте от 40 лет и старше. Эти добровольцы принимали участие в Национальном исследовании здоровья и питания с 1999 по 2010 год. Ученые после уже анализировали состояние их здоровья, прием медикаментов, а также полстатус курения, уровень активности и другие показатели. Результаты, как говорит Кинг, выглядят очень обнадеживающе. Однако важно подчеркнуть, что наше исследование эпидемиологическое, а не клиническое, поэтому доверять все-таки сильно не стоит. Ну да. Почему-то все хотят всегда найти какую-то добавку, чтобы продлить себе жизнь, да, все находится. Или чтобы не заниматься чем-то, да. Ну, чтобы не заниматься спортом. Ну вот ты бы, что, вот только честно, добавки бы или спорт? Ну, наверное, спорт все-таки. Я занимаюсь спортом, да. Нет, конечно, так не скажешь, но я бегаю каждую неделю. С углом в угол, когда опаздываю на работу. Нет, футбольчиком мы занимаемся, бегаем. А, да, ну да, да. Вот так вот, да, трясем стариной. Если раньше мы бегали по три, по четыре раза в неделю, то пока вот один-два раза в сале бегать. Ну я вот за добавки бы, я бы попробовала что-то новое. Если действительно это работает, да классно, ты ничем не занимаешься и здоровеешь, и здоровеешь. Ну не в плане размеров, а просто здоровье у тебя становится лучше. Вот так вот, то есть ты за более легкие пути. Я, да, я по наименьшему пути сопротивления. Поэтому вот знаешь, что я тебе скажу, Лена? Добавляй вот свою минералочку и по пути наименьшего сопротивления, дабы ты не стояла вот так вот с пальцем по ветру и не вымерял, откуда дует ветер с севера или с запада. Лучше послушаем Анну Матвияс и ничего такого делать тебе не придется, друзья. Прогноз погоды в эфире наш программ. После него вернемся, не переключайтесь. Прогноз погоды на 7 декабря. В студии Анна Матвияс. Здравствуйте. В Владивостоке в понедельник ясно, без осадков. Температура воздуха минус 2. Атмосферное давление повышенное. Влажность комфортная. Ветер северный слабый. У Сариски 7 декабря ясная погода. Осадков не ожидается. Температура воздуха минус 5. Атмосферное давление повышенное. Влажность комфортная. Ветер северо-западный, умеренный. О погоде все. До встречи. Вот такое тесто получается, смотри, Андрей. Оно будто уже и готово, и вкусно какая-то каша получилась. Спасибо. Манная. Да. Потихонечку вводим в минеральную воду. Консистенцию покажу вот чуточку позже. Сейчас пока замешаю еще немного. Ну, вот так вот получается. Так, хорошо. Я добавила сюда еще сейчас 4 столовых ложки подсолнечного масла. Так. И потихонечку вымешиваю, вымешиваю. Думаю, что нужно будет долить еще сейчас воды. Все, то есть, в принципе, все осталось только обжарить. Да, совершенно верно. Это очень простой, очень быстрый, очень классный рецепт, судя по всему. Хорошая новость. Еще одна такая интересная. Наша. Наша российская. Приятно. Так вот, гаджет поможет якутским врачам следить за уровнем сахара в крови больных. Больных. Так вот, врачи в Якутии установили пациенту сенсор для удаленного контроля уровня сахара в его крови. Так врач будет понимать, как меняются показатели в течение дня и сможет подобрать адекватную терапию. Якутия стала одним из первых регионов Дальнего Востока, где внедряется такая технология. Сообщается на информационном портале Республики. Так вот, время, как я хотел сказать, киборгов наступило. Сенсор устанавливается подкожно и передают информацию об уровне глюкозы на считывающее устройство и далее в приложение на смартфон пациента. Больной может забыть о глюкометре. А теперь все данные будут доступны одновременно пациенту и врачу. То есть, зашел в телефончик, сверился, посмотрел, что у тебя как и все. Аппарат изменяет показатели. Каждые несколько минут. То есть, как сообщается на сайте. С его сотового телефона оповещения о низком или высоком уровне сахара в крови передаются на компьютер врача. Благодаря непрерывному мониторингу врач-эндокринолог на своем рабочем месте сможет сделать выводы о реальных изменениях сахара, происходящих у пациента в течение дня и может дать рекомендации по оптимизации сахароснижающей терапии, а также проциону питания. Вот, удаленный мониторинг даст врачу возможность подбирать адекватную терапию, чтобы пациент принимал именно тот препарат, который стабилизирует уровень сахара в крови в пределах нормы. Вот, как тебе такое, Илон Маск? Я обожаю нововведения. Чипирование, как говорили, чипирование всех, чипируют. Вот, вот такая вот вещь. Кто-то за, кто-то против, конечно же, такие люди будут. Я за мобильность. Настолько даже вот наличные деньги вообще уже непривычно держать. Ты расплачиваешься либо телефоном, либо часами. В ломбарде, как ты это любишь делать по выходным. Иногда. Иногда. Ну да, нет, с тобой согласен, но вообще вещь-то нужная, по идее. Очень нужная. Кибер-Якутия 2099, да, которая скоро выйдет. В общем, друзья, реклама на нашем канале, никого мы чипировать и зомбировать ей не будем. Смотрите, она прикольная, классная. После вернемся, продолжим. Жарить наши, как их зовут? Это ЧВИШТАРИ. ЧВИШТАРИ, друзья. ЧВИШТАРИ после рекламы. Итак, друзья, рады всех приветствовать на канале Телемикс. Это программа Есть Тудэй. Вместе с нами этот прекрасный день по-прежнему встречает наш надежный друг и партнер. Группа предприятий Янта. Группа предприятий Янта. Живи со вкусом. Янта – это самый лучший. Синежелтый полосой. С ним и хлеб ужасно вкусный. И салатик с колбасой. Мама точно это знает. Если нужен майонез, только Янту покупай. Ведь ее весь город ест. Янта есть вкусно. Ну, а мы сегодня встречаем день с вами. Андрей Козицкий. Алло, Варфоломеева. Да, и сегодня я жарю грузинские лепешки, которые называются ЧВИШТАРИ. В их состав входит 100 граммов сыра. Можно взять любой. С лугуни. У нас это был черный принц. Сыр, какой есть в холодильнике. Необычность в том, что это очень быстро. И нам потребуется кукурузная мука. Обычно мы привыкли к пшеничной, да? А здесь будет кукурузная. Ни яйца здесь ничего нет. Основа наша водная. Это минеральная вода, сильно газированная. Вот такая консистенция получилась. Будем обжаривать их с двух сторон 2-3 минутки буквально на среднем огне, потому что все готово. Нам не нужно, чтобы что-то пропарилось такое, прям прожаренное. Да. Ты поставила елку? А еще нет. Знаешь, обычные числа после вот 15-го, так вот сами. Знаешь, это бывает, что 20, какого-то 24-го. Чтобы не надоело. Не то, что не успевается. Знаешь, работ много, и процесс нарядной наряжания елки такой. А, хочется прочувствовать. Хочется, да. Все есть, знаешь, никуда не торопиться, спокойно. Ну да, понимаете. Достать, посмотреть все вот игрушечки, сказать, так, вот эти вот уже старенькие полежите. Вот эти самые старые, которые разбиты, их по-любому повесим, потому что они очень крутые. То есть, ну и вот как-то, знаешь, там поездить, поубирать, чтобы вот так вот один день посетить вот именно на украшение своего жилища. Вот превращение его в новогодний бункер. Вот так вот. Ну, я уже подстраховалась, привезла с собой брата, и брат поставил елку. Причем елка у нас со светодиодными лампочками, ее наряжать не нужно. Она сама по себе такая, так что у меня не получилось, к сожалению, этого праздничного настроения. Но я сделаю немножко по-другому и тоже буду наряжать свою елку. Я нашла новость. В Австралии Кала влезла в дом, повисла на рождественской елке. Как бы я хотела прийти домой, у меня какая-нибудь Кала или Лемур, ну, возможно, только кошка. Ну, что за брат возле елки? Или брат возле елки. Висит на елке, такой, что, и ест мандарина. Да. Ну, вот Кала было бы классно. Когда животное попытались снять дерево, оно всячески сопротивлялось, как будто это елка на самом деле ее. Давай чуть подробнее послушаем. Необычный случай произошел в городе Далаида, о нем стало известно из твиттера. Ну, туда люди рассказывают свои истории. На горячую линию по спасению Кала в Далаиде в городе поступил звонок от женщины. Она рассказала, что в ее дом вломилось животное. Вломилось, я так понимаю. Просто дверь открыла с ноги, с лапы. Ну, как ты классно открыла, с ноги. Да. Ну, у нее же там лапы. И в ее дом вломилось животное. Кала забралась на рождественскую елку и повисла там. Сначала сотрудники службы спасения животных решили, что это шутка, просто что их разыгрывают. И, прибыв на место, обнаружили, что на самом деле все так и есть. И когда Калу попытались снять с дерева, она всячески выражала свое недовольство. Животное, которое дали кличку Дафни, цеплялось за ветки, храпело и роняло игрушки. В конечном итоге все-таки Калу удалось вынести из дома и отпустить на волю. Почему? Она решила, что нужно ей быть именно на этой рождественской елке. Наверняка она увидела просто елку. Рождественские дебоширы в Австралии не такие. Но, знаешь, в любом случае приятно, потому что в Австралии могли быть и огромные пауки, и змеи, и, думаю, Калы. Не самое страшное, что можно увидеть в Сиднее своей елке. Вот, поэтому наряжайте елки всей семьей, да, и на всякий случай закрывайте форточки, для кого какая-нибудь воздвиженская, усыицкая или Михайловская Кала заползет к вам в окно. Вот, в общем, друзья, мы ненадолго прерываемся. Алена у нас начинает кипятить масло. И, как говорится, запахло жареным, друзья. Это значит, что дальше будет еще вкуснее. Не переключайтесь. В морозные осенние деньки дети все чаще проводят время со своими родителями. И если это про вас, то существует много способов сделать ваш досуг наиболее интересным. Один из них – провести небольшие опыты. И сейчас мы покажем, как сделать настоящий вулкан из обычных материалов. Нам понадобится пластилин, лимонная кислота, баночка, пищевая сода, блески для большего эффекта и пищевой краситель. Для начала мы сделаем сам вулкан. Для этого нам понадобится, конечно же, наша банка. Мы ее обклеим пластилином. Удобнее это будет все сделать на листе бумаги, либо на подносе или на тарелке. Далее в стакан воды добавим одну чайную ложку лимонной кислоты и для большего эффекта добавим немного моющего средства. Затем добавляем в раствор пищевой краситель. Берем тонкую бумажную салфетку и насыпаем в нее две чайные ложки пищевой соды. И кладем это все на дно нашего кратера, то есть на дно банки. Наливаем раствор воды в кратер и ждем эффекта. Вот такой вулкан у нас получился. Для того, чтобы добиться более бурной реакции, вместо лимонной кислоты можно использовать уксус, а также вместо обычной воды газированную. Подобный опыт будет интересен не только детям, но и даже самим родителям. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Итак, ну что, продолжаем наш эфир. Алена Владимировна, я вижу ваше тесто поспело. Ваше, оно такое же наше, как и ваше. Хочу я вам сказать, тесто получилось вот такое, оно уже немножко настоялось, мука набухла. И можно, если тесто получилось у вас немножко гуще, его лепить, в принципе, руками, как котлетки. Но я хочу делать оладушки. Посмотрим, что получится. Давай посмотрим. Масло, в принципе, вкогрелось. Да. Вот такие лепешечки чуиштари. Мне бы хотелось, чтобы они не прилипали к сковороде. Вот это, наверное, самое у каждой хозяйки проблематичное, когда прилипание. Потом все это мыть. Потом все это мыть. Да и так главное еще, знаешь, правильно потом перевернуть, чтобы это не было... Ну, такими, знаешь, как кусками. Хочется, если как оладушек, то просто перевнуть его как оладушек. Вот у всех хозяек проблем, чтобы к сковороде не прилипало, а у Илона Маска по-прежнему остается проблема, когда все-таки мы полетим на Марс. Ну, не конкретно мы с тобой, а люди. Когда нас с тобой отправят на Марс. Да. Так вот, Илон Маск назвал сроки высадки людей на Марс. Вот так вот. Через два года на Красную планету отправят космический аппарат, а человек высадится там в течение 4-6 лет. Вот так вот уверенно заявил бизнесмен. Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск назвал сроки отправки первого человека на Марс. Вот, об этом он заявил в интервью после получения премии немецкой медиакомпании Axel Springer в Берлине. Так, рассказывая о будущей миссии SpaceX на Красную планету, Маск уточнил, что она будет состоять из двух этапов. Сначала без экипажа, полет, а затем под руководством человека. Безусловно уверен, что в течение ближайших двух лет на Марс отправят космический аппарат, а высадка первого человека произойдет в течение следующих 6 лет. То есть, засекаем до 2026 года. То есть, и где-то, в принципе... 27-го даже уже, наверное. Считать с этого? Ну, я думаю, что в декабре, раз он назвал, то 6 лет. Ага. Думаю, может быть, Илон Аз будет точно. Хорошо. Вот. Сысоко Дуэлли Вера Ретти, я думаю, в течение 6 лет. Если нам повезет, то, возможно, в течение 4-х лет. Добавил глава SpaceX. Вот всегда вопрос такой. Я, знаешь, для меня такое все очень прям неизведное. Хочу посмотреть на людей, которые согласятся лететь на Марс. Ты бы не хотел? Первым нет. Когда это, знаешь, уже будет как такой... Просто... Возможно, там, Уссури Сканучина, там, автобусы безопасны тогда. В принципе, возможно, да. Но первым, наверное, я бы все-таки не рискнул. А ты? Побоялся бы, да? Ну, первым, да, согласна. Но вот если с кем-то полететь первым, это как прыгнуть с парашютом, с инструктором. Я бы прыгнула. Одна нет. Ну, с кем-то. Опять же, белка-стрелка тебе в помощь, да? Если двух собак бы тебе дали. Вот тоже, чтобы... Нет, все равно. А так, возможность колонизации Марса. Променял бы ты нашу родную, милую, прекрасную Землю на красную планету. Ни за что. Ни за что. Так, только если на отдых. На уикенд мы едем с семьей отдыхать на Марс. Я взяла билеты на Марс. Вот. Но вообще, знаешь, идея Класса... Мне нравится, что, знаешь, бизнесмен прям реет этой идеей. Что ему вот хочется... Либо ему уже стало здесь тесновато, либо, я не знаю, какие еще у него есть причины. Но, в общем, можно пожелать Илона Маска удачи. Ну, а еще больше удачи можно пожелать тем людям, которые полетят туда первыми. Потому что я уверен, что первым полетит далеко не Илон. Вот. Как бы он не характерился. Я придумала, как бы, а вот теперь дальше это сами все разбирайте. Ну, там просто лететь 4-6 лет. Угу. Вот. В общем, друзья, мы переворачиваем наши чвиштари. Да, да. Кстати, получается очень даже неплохо. Очень по красоте. Отличная хозяйка, у которой ничего не прилипает. Ой, спасибо. Это Алена Марфоломева. Спасибо. Мы, друзья, прерываемся. После возвращаемся. И большая часть наших чвиштарей уже будет готова. А что будет дальше, узнаете совсем скоро. Все мы любим смотреть фильмы с неожиданным сюжетом, интересными яркими героями и приятными глазу видеорядом. Но если спросить вас, какая лента осталась в вашей памяти навсегда, что вы ответите? Мы собрали для вас три малоизвестных, но по-настоящему мощных фильма, которые пробирают до мурашек. Внутри Льюина Дэвиса. Действие картины разворачивается в Нью-Йорке 60-х годов. Богемные кварталы Манхэттена, свободные нравы и падение морали. Это время возможностей, время быстрых взлетов и сокрушительных падений. Талантливый певец и гитарист из Квинса по имени Льюин Дэвис быстро становится популярным среди прогрессивной молодежи и заядлых меломанов. Несмотря на то, что музыкант становится почти легендой, его успех длится очень недолго. Короли лета. Главная проблема и головная боль 15-летнего школьника Джоя Тойя – его невыносимый отец-одиночка Фрэнк. Авторитарный вдовец не дает свободы взрослеющему сыну, который чувствует себя дома, как в тюрьме. И не дожидаясь своего совершеннолетия, Джо решает сбежать в лес неподалеку. Он подговаривает на побег своего лучшего друга Патрика, у которого тоже прогрессирует аллергия на родителей. Также к ним присоединяется чудаковатый парнишка Бьяджа. Строится молодых мятежников, строит дом в лесу, учится выживать в диких условиях и наслаждается свободой, пока их мужское братство не нарушает появление красивой девушки. Левша. Билли Хоуп – умелый боксер, находящийся в самом расцвете своей карьеры. У него собственный дом, жена Мойрин и дочь Лейла. Однако, несмотря на то, что Билли находится на вершине спортивного Олимпа, жена уговаривает его оставить бокс. Билли соглашается, ведь он и сам мечтает больше времени проводить с дочерью. Вскоре на вечеринке он заявляет о своем уходе из большого спорта. Но стоит им с Мойрин собраться домой, как некий задир и решает уязвить гордость боксера. Спыльчивый Билли ввязывается в драку. Пользуясь суматохой, кто-то достает пистолет, завязывается перестрелка и от шальной пули погибает Мойрин. После этого жизнь Билли катится по наклонной и его дочь отбирают решением суда. Для того, чтобы вернуть Лейлу, сломленный горем отец должен вернуться в строй и достичь былой славы. Вот такие чвиштари у нас получаются. Как тебе, Андрей, на вид? На вид, знаешь, я почему-то как-то их представил по-другому. По-другому? Потому что я не знал такого названия. Возможно, может быть, даже не ел их никогда в жизни. Не ел. И 100%, мне кажется, не пробовал. Не пробовал. То есть я, наверное, бы запомнил. Вот. Ну, выглядит классно. Знаешь, такие румяные оладушки. Да, румяные оладушки. Нужно, наверное, немножко огонь сделать побольше. У меня стоит на двоечке 2,5. Пускай, наверное, стоит пока так. И классно, что они очень быстро, знаешь, готовятся. Да. Что быстро готовятся. В этом плане очень хорошо, очень классно. Да. Пока будут зажариваться, я расскажу тебе новость. Вот я каталась на велосипеде летом. Зимой никогда не пробовала. И прям очень хочется зимний велосипед или зимние шины, чтобы попробовать, как это кататься, в принципе, зимой. Я всегда смотрю, знаешь, честно признаюсь, никого не хочу убить. Я всегда смотрю на людей, вот когда едут на велосипеде зимой. Думаю, что они странные. Не то, что странные, думаю, да, это же, думаю, еще, наверное, холоднее. Ну, прохладно, да. Это же дует в лицо все, это же, это же зачем ехать. Да. Ну, теперь классно, что есть маски. Ну, да, согласен. Можно просто ехать. И вот смотри, сибиряки проехали на велосипедах по замерзшему Обскому морю. И трое новосибирцев проехали по Обскому морю на велосипедах, спортсмены пересекли водохранилище и вернулись обратно. В пути молодые люди были почти весь день. Это было 28 ноября. За это время они преодолели 20 километров. Участники заезда рассказали, что у всех членов команды уже был опыт таких заездов, в принципе. А велосипед они готовили заранее. В частности, это ставили шипованную резину. Потому что, представь, сколько проворачивается колесо, когда ты можешь на одном месте просто стоять и потому что буксовать. Я сразу, знаешь, представил, что можно поставить такое небольшое объявление о велосипедной прогулке по морю. И когда все-таки думают, что, чего, что у этих людей не так со стартапом. Вообще классно, да. Лед на Обском море вообще в ноябре еще может быть тонким. И люди, как бы, вот эти парни, они подстраховались и взяли с собой запасную пару одежды. Если, на случай, я так думаю, что если провалятся, это странные чудаки какие-то. Ну, то есть, по всему только одежда, да? Да. Они были герметично упакованы и понадобились бы, если бы лед не выдержал, а сипетесты провалились в холодную воду. Как бы, они не заморачиваются, ребята. Они просто бы вылезли. Ну, возьму шарф. Да. Шапку. Ну, возьму вторую шарфу. Ну, вот как один из участников добавляет, что часто бывает, что в ноябре на еще тонкий лед выпадает приличный слой снега. И к тому моменту, когда лед окрепнет, поверхность моря становится неудобной для езды. В этом году ситуация уникальная. Лед окреп, и снега почти на нем не было. Поэтому они собрались ехать. Стартовали молодые люди из села Боровое, и за пару часов доехали до противоположного берега. По дороге они сделали две остановки на островах, а также нашли одну пустующую лодочную станцию, устроили там чаепитие за заснеженным столиком. Вот. Классно. Вот так вот, я бы, наверное, такое же заплатил. Когда у тебя нет преград, да? Когда ты в городе катаешься, все-таки есть вот, проезжаешь, и тут же дорога. Тебе приходится спешиваться, переходить через пешеходный переход, а там ты не... Было бы странно, если ты ехал и навстречу тебе таксист. Подожди, это вбок. Да. Вот тебе влетает. Но, хорошо, классно. Причем, хорошая история. Немножечко, опять же, страшновато. Хочется все-таки больше техники безопасности, потому что, ну, не дай бог что, конечно. Я думаю, что пара одежды не всегда спасет. Не спасет. Это посреди моря провалишься под лед. Парни, они настолько, вот, наверное, как фанатики, и как они пишут, что большая часть пути все же прошла по ровному льду, а наградой, как говорят сами велосипедисты, что стали фантастические пейзажи огромных ледяных полей и сюрреалистическое ощущение нахождения в Арктике или даже на другой планете. Как ты говоришь, там по Марсу, а ты вот буквально едешь по другой планете, действительно ни конца, ни края не видно. Ну, я тебе могу предложить, Ален, взять свой велосипед и без шифованной резины потихонечку... Прокатиться по японскому морю. Что, нет, по солдатскому, по солдатскому озеру. А, по солдатскому озеру. Просто постоять и погазовать, покрутить колеса. Да, сейчас это ни в коем случае не делайте, лед не замерз. Да, как только лед замерзет, мы об этом сообщим. Да. Мы об этом сообщим. Будем следить, специальная станция. Специальные ледовые корреспонденты, Алена Рафонева и Андрей Казицкий. Да, поэтому сейчас мы у нас долго прервемся. С бегом до солдатского. С бегом до солдатского, потрогаем ножкой ледик, вернемся с актуальной информацией. Не переключайтесь. Пожарные из Красноярска спалили три новогодние ели. Призыв «Елочка, гори!» они поняли слишком буквально. Захотелось прям, знаешь, с интенацией новостей прочитать, как новостейщиков. И сотрудники МЧС Красноярского края сняли видео, в котором подожгли три вида новогодних ели, замерив время, за которое сгорит каждая. Ролик опубликовали в блоге ведомства в Инстаграме. Для чего это сделали? Ну, прежде всего, нужно соблюдать безопасность. Понятно, что это весело, праздник, но пожары, вот эти вот опасные, мишура, дождики, гирлянды. Гирлянды. Бывает частенько, что какое-то происходит там замыкание и потихоньку плавится, и как следствие праздник был испорчен. Да, ну, чуточку такой пахнет пожженной пихтой. Оказалось, что новогоднее дерево, созданное из трудногорючих искусственных материалов, сгорает примерно за 4 минуты, но при этом сильно дымит. Елку из легко горючих материалов огонь поглощает буквально за 30 секунд, как свечка. А стоит-то сколько? Спичка просто пыхает. Живую ель за минуту. Спасатели с помощью видео хотели привлечь внимание к соблюдению мер пожарной безопасности, в празднике особенно к иллюминации. Ну, и поднять просмотры в ТикТоке точно должно было добавить, да? Да, в Инстаграм они выложили. Отмечается, что на елке могут применяться электрогирлянды только заводского изготовления, оно и правильно, да, что у тебя есть точно уже гарантия. Изготовление с последовательным включением лампочек напряжения до 12 ватт, и мощностью лампочек не должна превышать 25 ватт. На коробке должен стоять знак Росстандарта и знак сертификации пожарной безопасности. Тогда вы точно можете быть уверены, если вы на ночь забываете выключить гирлянду или просто вы засыпаете, она вас радует, то ничего не случится. А вот много людей. Ты вот любишь засыпать с гирляндой? Я в детстве, да, сейчас, не знаю, не пробовала. Я как-то, знаешь, засыпал в том году с гирляндой, так классно было. Потом я поймался на мысли, что я ночью проснулся очень злой. И прям выключил, я, понятно, что бесила во сне, и что-то прям снилось такое не очень. Раздражало, да? Вот, поэтому, и опять же, гирлянды опасно. Домашние животные, которые постоянно норовят пожевать даже искусственную собаке, кошке, коалы, как мы уже говорили, любой может посягнуть на вашу зеленую красавицу, поэтому все должно быть по стандарту. А вот еще в Москве на зеленую красавицу было такое посягательство. В центре Москвы появилась еле украшенная мухоморами, как пишут комментаторы под стать уходящему году. Люди из всего делают комедию, поднимают себе настроение, даже если действительно этот год был такой напряженный, то все с этого только смеются и думают, что же нам уготовил следующий. В районе станции метро Пушкинская в Москве появилась грибная ель. Дерево, украшенное искусственным снегом и большими мухоморами. Вот так вот. Грибная елка на Пушкинской, это сказано в описании их снимку, в комментариях пользователи отозвались на необычное дерево, кратко, веселенькая такая елочка под стать уходящему году. Ну вообще, да, но опять же, год-то заканчивается уже, все, 2020, причем пролетел незаметно, да, несмотря на всю эту вереницу событий, которая происходила и продолжает происходить, год уходит. Но вот опять же, как себя говорят, эх, вот 2021 будет лучше, да, да, я думаю, что везде надо искать все-таки позитивно. Конечно, конечно. Да, научились, приспособились к чему-то новому. Веселенькая такая елочка. Веселенькая такая елочка. Сейчас мне уже кажется, знаешь, что после 2020-го дети уже с масками рождаются, знаешь, сразу, потому что это уже как такой ген наш человек остался, уже неотъемлемый. Вот, но я уверен, что в следующий год будет все-таки лучше. Да, конечно. Ну и в этом нужно ловить последние недельки уходящего года. То, как ждали 2020-е и считали, что он будет самым счастливым годом. А вот, не возлагайте надежд напрасных. Вот, поэтому поживем, как говорится, увидим. Да, а сейчас мы пожили и увидим с вами хорошие, позитивные новости. В них нет никакого намека на плохое настроение, только позитив собранный для вас со всего мира. Не переключайтесь, после будем пробовать наши очки Штарей. 3D-очки и пульт управления, который похож на консоль для продвинутой видеоигры. Однако на самом деле британский гинеколог Марк Слэг проводит операцию с помощью роботохирурга нового поколения. Называется аппарат «Версиус». Его разработала кембриджская компания медицинского оборудования CMR Surgical. Слэг – сооснователь фирмы и её главный медицинский эксперт. Он говорит, что увидел пробел на рынке высоких медицинских технологий. «Если почитать литературу в Соединённых Штатах, где самая продвинутая хирургическая система в мире, всё ещё менее 50% людей имеют доступ к мини-инвазивной хирургии, поскольку они просто не могут делать такие операции. Это сложно. Идея заключается в том, что если у вас есть робот с шарнирными запястьями и улучшенным зрением, то больше людей получат доступ к мини-инвазивным операциям». «Версиус» – это портативный модульный робот. То есть его можно изменять в зависимости от разных операций. Его также можно транспортировать по больнице. Робота представили в 2018 году. К настоящему времени он провёл уже более тысячи операций. С его помощью делают алапароскопию. Это хирургические вмешательства, которые проводятся через небольшие отверстия без необходимости делать большие разрезы тканей. В прошлом месяце эту систему впервые начали использовать во французской государственной больнице. Ранее её также взяли на вооружение британские и индийские медики. «Не могу сказать, что я страдала от боли. Я бы сказала, что было некомфортно. Из обезболивающих принимала только парацетамол. Я вернулась домой, принимала пищу и вообще чувствовала себя хорошо. Правда, удивительно. Я думала, что операция будет очень травматичной, но всё оказалось намного проще». Единственным барьером для больниц в применении такого робота является его цена. Она достигает двух миллионов долларов. Впрочем, больницы также могут брать аппарат в лизинг. В течение десятилетий учёные пытались найти способ сделать индустрию производства миндаля более самодостаточной. Особенно в Австралии, где она процветает. Проблема заключалась в том, что фермеры постоянно страдали от нехватки пчёл, которые опыляют цветы. Теперь же на юге Австралии высадили 4000 деревьев, которые самоопыляются. Более того, их урожайность выше. «Думаю, новые самоопыляющиеся сорта сделают нашу индустрию более независимой в долгосрочной перспективе. При меньших затратах мы получим лучший результат и сократим количество пчёл. Это то, что нужно». Самоопыляющиеся миндальные деревья четырёх сортов поступили в продажу в 2016 году. Результаты очень обнадёживающие. «У некоторых урожайность выше более чем на 60%. И это ключевой результат для австралийской индустрии». Австралия – второй по объёмам производитель миндаля в мире после США. И спрос на эту продукцию остаётся высоким. При этом пчеловодам раньше было сложно угнаться за такими показателями. Они должны были обеспечивать большую численность насекомых. Однако после завершения сезона цветения всех этих пчёл нужно чем-то кормить. «Нам очень сложно. Приходится давать пчёлам намного больше прикорма в виде сахарного сиропа, чтобы они отвечали стандартам, которых требует индустрия миндаля». При этом пчеловоды также должны восстанавливать свои фермы, которые пострадали после засухи и недавних лесных пожаров. Стоит отметить, что крупнейшие в мире плантации по производству миндаля находятся в американской Калифорнии. Однако в 2015 году после засухи в штате Австралия также начала вкладывать значительные средства в эту индустрию. Чувештари готовы. Я пальчиками начал поспорить. Я уже, да, хочется попробовать, так сказать, стать ближе к Грузии, и тем более к грузинской кухне. Ну, давай, повтори, рецепт для тех, кто только что включил, такой, что за оладьи у них сегодня? Вот такие у нас сегодня оладьи. Советую понедельник, рабочую неделю начать с этого рецепта, потому что он максимально быстрый, максимально простой. Нам понадобилось всего один стакан кукурузной муки, потом это было подсолнечное масло 4 столовых ложки, добавили минеральную воду и 100 граммов сыра. У нас это был обычный сыр, кто-то может с улгуни, там, какой вам нравится. Вот такие грузинские лепешки у нас получились. Вот так вот. Быстренько обжарили, то есть ничего сложного, все быстро, легко. По-прежнему напоминаем, что рецепт мы выкладываем в наш инстаграм-аккаунт, да, не забывайте на него подписываться и присылать те рецепты, которые вы любите, или, может быть, рецепты, которые передаются вам по наследству, какие-то интересные, классные, вы хотите ими тоже поделиться, то приходите, к нам готовьте у нас, либо присылайте их нам, а мы уже попытаемся что-то сделать. Мы-то, ребятки, рукасты. Уже, да. Можно так хвастаться, пока никто не знает, насколько много продуктов я здесь перепортил. В общем, для тех, кто не успевает нас смотреть по телевизору, заходите на наш YouTube-канал, подписывайтесь на него, смотрите все там. Ну и вообще, берегите друг друга, радуйте друг дружку вкусняшками. Сегодня порадуйте свою вторую половинку «Чуэштари». «Чуэштари» – вещь, которая вызовет улыбку. Как грузин заговорил под конец. Ох уж эти стереотипы, друзья. Алёна Варфоломеева. Андрей Козицкий. Программа «Есть ты», канал «Телемикс», не переключайтесь. Дальше у нас на канале есть что-то интересненькое, что посмотрите, да увидите. Все, всех целуем, всех обнимаем, не болейте. До встречи.